всем привет в этом видео мы с вами будем шить вот такое интересное платье из трикотажа в стиле color block платье шито по нашей новой выкройке и данное видео является видео инструкцией по пошиву платья платье среднего объема с длиной чуть выше колена с длинным рукавом с круглой горловиной сейчас вам поближе покажу все детали платья есть деталь спинки есть деталь полочки по центру полочки у нас будет шов также у нас карманы в боковых швах для кармана есть деталь подкладки и есть деталь подзор кармана это у нас деталь рукава подписано какая часть у нас на стороны передам на полочках есть четыре полоски которые можно сделать разного цвета без разным контрастным цветом и эти полоски переходят в рукав то есть в этой модели у нас в точной рукав, размоделированный в полоски, которые идут по полочке и по рукаву. И также есть деталь центральной части полочки. И сейчас покажу все раскроенные детали. Это у меня обтачка горловины, она скроена из рябаны с лайкрой. Одна деталь, это у меня обтачки входа в карман, две штуки. Также из рябаны с лайкрой, манжета рукава две штуки и также у нас есть манжета низа. Ее выкраиваем одну деталь со сгибом. Также все эти детали можно выкроить из кашкорсе. Мое платье будет из футера с лайкрой и из основного цвета я выкраиваю все детали кроме контрастных вставок. Две детали это подзор кармана, две детали подкладка кармана. Также я выкроила из этого же футера с лайкрой два рукава. Центральная часть полочки одна деталь, полочка две детали и как уже говорила по центру полочки у меня шов, вы при желании можете припуск этот срезать и выкроить одну деталь со сгибом. И у нас осталась спинка. Спинка одна деталь со сгибом. На всех деталях указано направление долевой нити, поэтому краем все детали согласно направлению этой долевой. И далее я выкроила все вставки. Эти детали у нас выкроются по две штуки и они должны зеркально отображать друг друга. То есть все парные детали у нас зеркально отображают друг друга. Кстати на всех вот этих деталях будет подписано первая полоса, вторая, третья и четвертая. А также будут все метки для совмещения, чтобы можно было очень удобно детали совместить и встречать между собой. Я перебрала все свои запасы трикотажа и вроде бы более менее эти все полоски сочетаются между собой. Единственные детали, которые у меня выкроены поперек долевой, к сожалению, это вот эти две полоски. Потому что больше трикотажа не было, у меня было просто две полоски поперек долевой, такие небольшие. Но я думаю, что ничего страшного в этом не будет. И сначала я подготовлю все детали из репадной с лайкрей. Обтачку кармана складываю пополам, изнанкой внутрь, по сгибу нужно будет ее приутюжить. Обтачку горловины складываем пополам лицом внутрь, стачиваем по короткому срезу в кольцо. То же самое делаем с манжетой низа. Складываем пополам лицом внутрь, стачиваем по короткому срезу манжету рукава, складываем пополам лицом внутрь и стачиваем по длинному срезу одну манжету и вторую. Все детали подготовила. Это у меня обтачка входа в карман, по сгибу я их приутюжила. Две детали, обтачка горловины и манжеты сложены пополам изнанкой внутрь и по сгибу также приутюжены. И сейчас берем две полочки и сначала подготовим на них карманы. Полочка на нас смотрит лицевой стороной, берем обтачку входа в карман и прикладываем ее с лицевой стороны входа в карман на полочке. Притачиваем эту обтачку на оверлоке, при этом обтачку равномерно распределяем по всей длине входа в карман. Берем подкладку кармана и складываем ее уже поверх обтачки, таким образом у нас обтачка получается между входом в карман на полочке и между вот этой вот деталью подкладки кармана. Можно здесь было сразу сколоть все три детали и стачать их одной строчкой на оверлоке. Я сейчас получается прокладываю вторую строчку на оверлоке и нож я здесь отключила, чтобы первую строчку мне случайно не срезать, именно по краю строчки. Отгибаем подкладку кармана, выправляем вход в карман и обязательно его нужно приутюжить. Далее берем подзор кармана и накладываем его по верху подкладки кармана, совмещая по этому изогнутому срезу и по этому изогнутому срезу детали скалываем между собой с помощью булавок. Стачиваем детали на оверлоке. Далее карман нужно закрепить к полочке сверху и снизу. Скалываем в этом месте булавочками. уголочки вот от этой обтачки из рябаных подрезаем, выравнивая срез. И сейчас здесь проложим две закрепляющие строчки на швейной машинке, то есть снизу входа в карман и сверху. Прокладываем строчку по краю примерно в 2-3 миллиметра от края. Таким же образом делаем второй карман на второй полочке. Теперь сразу полочку нужно соединить с рукавом. На рукаве у нас есть вот такой вот видите небольшой срез, его соединяем с срезом проймы. Вот эти два небольших среза. Складываем детали лицом к лицу, скалываем их булавкой и затем стачиваем на оверлоке. И видите у нас получился такой длинный срез полочкой переходящая в рукав. И именно сейчас на этот срез мы будем настрачивать самую нижнюю полосу. Это у нас полоса номер 4 подписано. Начинаем именно с нее. Складываем детали лицом к лицу, совмещаем все метки. Метки есть и на деталях полочки и на рукаве и на всех вот этих контрастных вставках. Поэтому складываем детали лицом к лицу и скалываем их булавками. Это я подготавливаю пока первую полочку. Стачиваем детали на оверлоке. Припуск на шов я заутюжила на сторону вставки. Далее к этой полоске нам нужно пришить получаться третью снизу полоску. Складываем снова детали лицом к лицу, совмещаем все метки и скалываем детали булавками, затем стачиваем их на оверлоке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Припуск на шов я заутюжила уже на эту вторую вставку, то есть третью вставку снизу. Ну, получается, что припуски на швы на этих вставочках будут заутюжены все кверху изделия. Далее берем третью полоску. По счету она у нас получается вторая сверху. Также складываем детали лицом к лицу, скалываем булавочками и обязательно совмещаем все метки, чтобы он ничего потом не перекосило в готовом изделии. Скалываем булавочками истачиваем на оверлоке. Припуск на шов также заутюжен кверху изделия. И у нас с вами осталась самая последняя полоска. Она самая маленькая. Это первая полоска сверху. И складываем детали лицом к лицу, снова совмещаем все метки, прикалываем эту полоску булавками, затем притачиваем ее на оверлоке. Припуск на шов также заутюжим кверху изделия. Таким же образом подготавливаем вторую полочку. И смотрите, у нас уже вырисовывается какой-то рисунок. Уже что-то более похоже на платье, а вот не куча каких-то бресков на столе. Теперь берем спинку и берем центральную часть полочки. И эти детали мы складываем лицом к лицу, совмещая их по плечевым срезам. Скалываем плечевые срезы булавками, затем их стачиваем на оверлоке. Припуски на швы заутюжим на сторону переда. Теперь две полочки нам нужно соединить между собой по переднему центральному шву. Кстати, вы можете сделать и без шва, если вам не нравится по центру швов. Но мне кажется, с швом смотрится как-то даже поинтереснее. Если вам этот шов не нужен, то вы выкраиваете одну деталь со сгибом. Но имейте в виду, что собирать потом все эти детали с контрастными вставками и с рукавами будет, конечно, гораздо сложнее. И поэтому, чтобы уголок у вас потом не растянулся, обязательно его проклейте полосками дублерина. Если у вас будет именно одна деталь со сгибом. Я же скалываю две детали между собой и стачиваю их на оверлоке. Припуск на шов я загутюжу на одну сторону. И теперь я буду соединять, получается, полочку вот с этой вставкой и сразу со спинкой. Сейчас нам нужно перенести все метки. Точнее, метки я все перенесла еще при крое. Метки для совмещения с полосками. И смотрите, эту вставку центральную прикладываем на одну сторону верхнего среза полочки. Совмещаем все метки и скалываем булавками. Чтобы аккуратно соединить детали по уголку, обязательно перенесите припуски на швы, чтобы ширина припусков была такая, какая заложена именно по выкройке. И мы соединяем два уголочка. Видите, у нас один уголок внешний, другой внутренний на деталях именно по припускам. И сначала прикалываем одну сторону. И повторюсь, есть все метки для совмещения деталей, поэтому не поленитесь, перенесите их сразу либо при крое, либо уже можете после крое, как вам удобнее. Но совмещайте точно все по меткам. И прежде чем стачивать детали на верлоке, мы здесь сначала проложим строчку на машинке. Видите, я проложила строчку не от начала детали, а оставила непростроченным именно припуск на шов. Разворачиваем деталь вот таким образом и соединяем вторую сторону уголочка вот этой центральной вставки со второй полочкой. И теперь полностью скалываем вот эту вторую сторону булавками. И вот в этом месте у нас пойдет с вами вторая машинная строчка. Сейчас специально маркирую на черчу, чтобы вам было все понятно и видно. Со второй стороны я тоже проложила строчку на машинке. Вот так вот мне теперь выглядит уголочек. И теперь я проложу строчку уже на верлоке, то есть я соединю детали на верлоке. И начинаем стачивать детали, дострачиваем до уголочка. Когда дострочили первую сторону, то есть дошли до уголка, поднимаем лапку, разворачиваем наше изделие и строчим уже по второй стороне. Припуск на шов нужно заутюжить к низу изделия. Далее рукав складываем пополам, а детали переда и спинки складываем лицо к лицу, совмещая их по боковым срезам. Сейчас сколем булавками боковые срезы, а также сколем булавками срез рукава. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... одной строчкой стачиваем срез рукава и боковой срез при пуске на швы заутюжим на сторону спинки далее по низу рукава вкладываем манжету совмещаем шов на манжете и шов на рукаве и притачиваем манжету на оверлоке при этом и растягивая и равномерно распределяя по низу рукава как это делать бы уже все уме я надеюсь если нет то посмотрите плейлист на моем канале который называется толстовки свитшоты футболки там есть несколько подробных видео как пришиваются вот такие манжеты по низу рукавов и нижние планки у свитшотов а также горловинки манжету низа я делю на четыре равные части а также я сейчас разделю на четыре равные части низ на платье чтобы равномерно мне притачать эту деталь по низу далее я с лицевой стороны изделия вкладываю таким вот образом манжету низа шов манжеты совмещаю с одним боковым швом далее совмещаю все свои метки и скаловые детали булавками и также эти детали я соединю на оверлоке по кругу и кстати как шить по кругу красиво на оверлоке я показывала в отдельном видео постараюсь ссылочку на видео оставить под этим видео и нам осталось только пришить обтачку на горловину как это делать мы с вами все уже умеем но на всякий случай также оставлю ссылку на видео где это будет показано более подробно просто с лицевой стороны прикладываем бейку и и притачиваем на оверлоке равномерно распределяя и растягивая по всей горловинки при пуске на швы на горловине на манжетах и манжете низа нужно заутюжить на сторону изделия платье я дошила так оно выглядит конечно я планировала не в таких цветах шить но как тестовый образец я думаю что он нормально больше все переживала как вот эти вот линии будут лежать сидеть в общем рукавчик тут много швов все-таки я боялась чтобы вот как-то колонном стоять но вроде бы ничего нормально сейчас я покормлю всех домашних ребята искупаю и тебя примеру интересно все-таки как сядет платье в общем как вам девчонки что друзья я готова показать платье на себе вот такой платьишко получилось в меру свободное кармашки здесь вход обработан обтачкой из рябаны не топливаются небольшие кармашки так может быть что-то положить там денежку либо просто руки иногда хочется карманы положить вот так вот смотрится вот эта часть вставочки переходит на рукав как сзади показать я не знаю и вот так вот на рукаве спереди шов и только сейчас увидела что у меня эта часть за утюжена на одну сторону отсюда видите перегиб и шов уже на другую сторону когда второй раз служила я там в общем неправильно сделано перед уж чтобы шов лежал весь вот на эту сторону на левую сторону а 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 Продолжение следует...